Проект, на самом деле, существует уже третий год, и это его третья итерация, если можно так сказать, третий вариант. И во всяких этих вариантах я попытался художественными методами исследовать разные аспекты дискурсивные, но и скорее связанные с блокадой и связанные с историческим дискурсом, который существует в нашей культуре. Любая важная вещь сказала про то, что нет языка, не его, чтобы говорить о блокаде, но в смысле его нет, не только в НИИ, вообще ни у кого почти. В своем проекте, несмотря на то, что он отталкивается от истории фотографа, я как раз пытался сделать такой, можно даже сказать, спекулятивный музей блокады, в котором совершенно разрозненные, на первый взгляд, элементы, ставленные друг с другом рядом, и между ними можно увидеть какие-то связи, если говорить усилие, можно сходу не увидеть, но это сделано намеренно и специально, потому что таким способом я пытаюсь, мне кажется, разрушить некую железобетонную единую дискурсивную стену или плиту, я не знаю, как ее еще лучше назвать, которая представляется государственным дискурсом в истории. История для государства это ресурс, прежде всего, политический, ресурс политической мобилизации до сих пор, в последние годы, особенно, собственно, да, и наша выставка, и мой проект, это проекты скруполитические, в том смысле, в том смысле, что, когда возникают вопросы «почему?», эти вопросы носят политический характер. Не зря вся эта история, произошедшая с телеканалом «Дождь», которую я, правда, не смотрел, но, тем не менее, она интересна именно тем, что, на самом деле, это нормальный политический вопрос человека, думающего или задумавшегося даже на минуту в облакаде или с сегодняшнего дня, вызвал такой шквал деланного, значит, придуманного негодованием государственного. Естественно, когда я сказал про ресурс, я не говорю, прежде всего, это, таким образом, историю была использована просто как дубина. Собственно, весь мой проект, трехчастный, он как раз о том, чтобы потихоньку отвоевывать государство право говорить об истории и создавать язык, на котором мы об этой истории говорим. И тот факт, что все элементы, я, на самом деле, специально не говорю конкретно о каждом из элементов, просто хочу, не хочу спойлерить, что называется, просто сходите и посмотрите на выставку, это будет лучше, мне кажется. Когда проект намеренно сделан такой, немножко, ну, быть, шампатичный, какой-то такой неочевидный, мне кажется, это как раз и может послужить начало разговора о том, что не может быть, в принципе, единой государственной истории. Историй много, историй миллион должен быть. Собственно, сколько людей, столько и историй. Не зря, кстати. Но пусть лучше будет много историй, чем будет одна единая железобетонная плита в виде государственного исторического дискурса. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Продолжение следует...